Быстрое видео хотел сделать, которое бы чётко рассказывало о том, как распределить параметры персонажа, и даже не как их распределить больше, а на что они влияют конкретно, потому что из описаний порыв не ясно, на что же они всё-таки влияют. Начнём сразу с силы. Сила влияет на то, как много у вас очков здоровья у персонажа, на то, сколько он может переносить также веса максимального. То есть за каждую очку силы дают там больше переносимого веса. Также он позволяет дальше метать гранаты, и ещё он позволяет наносить больше урон при использовании оружия ближнего боя. Ну то есть это ножи, вот эти топоры, мачете. Вот. В принципе, я, так как я штурмовик, ну, мне кажется, этот скилл только для старалок, либо для тех, кто хочет хп себе поднять, но, как оказывается, это выносливость делает немножко лучше, чем сила. Вот. Так что, по сути, мне кажется, чисто для старалок, ну, и чтобы броню можно было 6, чтобы можно было среднюю там броню носить. Дальше ловкость идёт. Немножко обращение со снаряжением, в частности, быстрее перезарядка становится. Но, опять же, имейте в виду, что она не становится быстрее, вот, чисто у штурмовика она не становится быстрее, чем его классовые навыки, вот эти вот ловкач. Если выкачать полностью ловкач, перезарядка будет гораздо быстрее, чем если у вас не будет ловкача, но, допустим, будет там 9 ловкости. Вот. Также ловкость влияет на скорость бега, ловкость также влияет на то, как быстро вы бьёте холодным оружием, то есть, сила, урон, оружие, ловкость, скорость нанесения ударов. Ну, и может взаимодействие с предметами, допустим, с открытием снаряжения чего-то, рюкзаков, тайников, дверей. Но, опять же, очень мало, очень мало эффекта видно, когда даже если с пяти, допустим, стандартных перекачиваешься, там, на 9-10. Просто видно, что бегаешь быстрее, в основном-то. Дальше, выносливость. Выносливость сам тоже точно не знаю, не уверен, но это, скорее всего, во-первых, она повышает очки здоровья, и она это делает гораздо больше, чем сила. То есть, если вы хотите прям выкачать у себя хпшки, то лучше выносливость, в первую очередь, пытаться поставить. Увеличивает, естественно, просто количество стамина, ещё выносливость, ну, это понятно. Вот. И ещё она увеличивает толерантность к урону от окружающей среды. То есть, я не знаю, уменьшает ли она от мобов, может да, может нет, но, по идее, вот всё, что аномалии, там, какие-то ядовитые облака, падение с высоты, вот эта выносливость тоже должна, как бы, помогать вам, ну, нивелировать немножко. Чем больше выносливость, тем меньше вы получаете. Дальше, точность. Точность – это очень интересный параметр. И не надо, не надо путать точность в параметрах персонажа с точностью, которую вы увидите, вот, как навык классовый. Он есть у, я знаю, что он есть у инженеров, он есть у снайперов, он есть у штурмовиков. Не знаю, есть ли он у старалок, может есть, может нет, вот, но не суть. Это разные параметры. То есть, вот эта точность – это не та же самая точность, что здесь, хоть называется одинаково. Что эта точность делает? Когда вы со слабой точностью стреляете, вот, ну, я не смогу, ну, я сейчас смогу, в принципе, стрелять. Ну, вот, тут на этом прицеле нехорошо видно, но видно, что его вводят. То есть, вот он вверх пошел, вот он опять куда-то вбок пошел. Если вы поставите какой-то прицел большой, вроде ПО-1, там, или ПО-СП, будет прямо видно, что его будет вот так вот во все стороны, он тут будет восьмерки выписывать, и вам очень будет сложно прицелиться. Почему прицелиться будет сложно? Когда вы будете тянуть мышку к цели, вы просто будете чувствовать, что сопротивляется, как бы. Вот этот у меня Коршун-1, он не сопротивляется, но чем, как бы, больше увеличение прицела, тем это ощутимее. Когда вы аппаете точность на параметрах персонажа, то есть, у меня вот было 9-10, во-первых, прицел сам не ходит вот так вот во все стороны, да. Во-вторых, он, его очень легко корректировать, его становится очень легко корректировать, ну, как и должно быть изначально, как вы, допустим, могли привыкнуть в других играх. То есть, нет вот этого вот какого-то искусственного затормаживания, когда ты пытаешься скорректировать прицел. Вот, именно это делает точность. По точности, которая в навыках, я потом расскажу, я расскажу это в отдельном ролике, именно про вот эти навыки как раз в штурме ВК, потому что сейчас это будет слишком долго. Потом, интеллект. Ну, с интеллектом все просто. Интеллект вам позволяет быстрее качать. То есть, если зайти в параметры, на что влияет интеллект? Интеллект влияет на то, как вы прокачиваете опыт медицины, опыт крафта, опыт ремонта, опыт добычи, опыт выживания. Также влияет на то, как вы качаете винтовки. Да, то есть, чем у вас больше интеллект, тем за одну цель, за убитую или за мишень вам, ну, просто дают больше процентов. Ну, это и так понятно. То есть, это чисто перк, который нужен либо инженеру, чтобы он смог экипировку использовать, либо он нужен вам, чтобы прокачать все, допустим, ну, все ваши основные оружия специализированные. И также, допустим, там, пистолеты, ножи, гранаты, что вам там еще надо. Вот, удача. Тоже очень интересный перк. Удача. Она влияет, прежде всего, на лут, на выпадение лута. То есть, чем у вас больше удачи, я гонял с 10 удачи, падает лута гораздо больше. То есть, если обычно принято считать, что вот вы идете на фаланге, на фаланге формиться, вам там 20-30 тысяч падет. Вот, если у вас удачи 8, там, 9-10, вам легко будет за один присест падать по 60 тысяч лута. То есть, это беспрямо, это просто вот делайте 10 удачи, формите фалангу, у вас 60 тысяч за раз. Ну, если вам никто не будет мешать, если вы там взяли свои 2000 патронов, то есть, ну, если у вас там, естественно, все резы прямо, типа, аптечек, бинтов кончатся одновременно. Также влияет на открыть, ну, шанс открытия дверей отмычками. Ну, это не очень полезный скилл, но иногда может пригодиться, особенно на захватах, если вы хотите вот комнату захватить, которая, дверь с отмычкой. И также, я говорил, влияет на криты. Опять же, имейте в виду, что вот все эти параметры персонажа, они не так сильно влияют на конечный итог, как вот эти специализированные навыки. То есть, у штурмовика, например, и, по-моему, есть криты, есть, и у снайпера точно есть, у инженера тоже вроде есть криты. Криты, которые здесь, гораздо сильнее увеличивают ваш крит-шанс, чем параметры персонажа. Но, все равно, удача имеет на это тоже влияние. То есть, опять же, про использование удачи штурмовиком я расскажу в другом ролике, но, вот, если, допустим, играете снайпером, то я бы пытался бы играть на балансе, типа, точность-удача, потому что тут точность, с одной стороны, нужная вещь, когда у тебя такие большие прицелы, как ПО-2, ПО-3. А, с другой стороны, удача тоже немаловажная, потому что на снайперских винтовках очень хороший крит-шанс идёт. Ну вот, собственно, вроде всё перечислил. Надеюсь, надеюсь, что понятнее вам стало, что это за параметры персонажа. А если вы и так всё это знали, то, ну, ладно. Просто подтвердили то, что уже знали. Всем спасибо.